Привет, друзья! Сегодня хотим вам рассказать о том, что такое CPF, зачем он нужен и как его получить. CPF это такой документ наподобие нашего идентификационного кода в Украине и России. Получается он в Бразилии для того, чтобы вы могли совершать минимальные и максимальные шаги. То есть купить сим-карту в Бразилии без этого CPF невозможно. Купить что-то онлайн тоже невозможно. То есть он вам нужен для каких-то действий. Но также если вы собрались покупать жилье или же машину, тоже нужен CPF. Поэтому его получить может как турист, так и местный житель. Существует два варианта CPF. Временный и постоянный. Чтобы получить временный, вам надо зайти на определенный сайт. Я укажу ссылочку под этим видео. Заполнить анкету, распечатать ее и прийти в специальную организацию. Чтобы получить постоянный, вам надо сделать то же самое. Только передать им, зайти на почту и заплатить в виде налога. Это около 5 реалов. Сейчас мы распечатали наши анкеты. Выглядит он не будет так. Вот сейчас идем на почту, чтобы заплатить. Мы хотим получить постоянный CPF. Говорят, что раньше можно было получить CPF на почте или в банке. Но сейчас почты и банки не выдают их. Мы нашли вот такой способ. Сейчас его проверим. Построена система посещения какого-либо заведения государственного, и не только. Это вот такие талончики, которые ты получаешь на входе. И под этим номерком тебя обслуживают не в качестве живойщины, а в качестве такой комфорта. Присел на стульчик, просто ждешь, пока на мониторе взагарится твой номерок. И ты подходишь к кассе, свободно соответствующий, и обслуживаешься. Не в первой Астанаде мы это видим. То же самое было в Таиланде, в Шри-Ланке и многих других странах. А почему-то в родной Украине я, честно говоря, не встречал такого. Ну, возможно, я давно там не был. Когда вы приходите на почту, не забудьте взять с собой паспорт, потому что его надо предъявлять, чтобы начать заплатить за себя. На почте мы заплатили по 7 реалов за каждую анкету. Нам выдали чек и приклеили на него такой штрих-код. Сейчас мы отправляемся в специальную организацию, которая называется... Ресейта Федераль, аналог нашей налоговой службы. Налоговая администрация, скорее. В общем, налоговую администрацию, где дальше мы будем проходить процесс получения этого СПФ. Чтобы обменять анкету на сам СПФ, вам надо подойти в Министерство Дефазенда. Входите... Это напоминает Министерство сельского хозяйства, это советское существо. Да, и внутри точно так. Вы входите в центральную дверь, там, где написано вот сама надпись, и поворачиваете направо. Вот такие окошки сзади меня. Девушка должна обменять вам анкету на бумажку. Анкета и чека был. Но приходите желательно по ранчику, потому что сейчас пол пятого, и программа, которая выбивает эту бумажку, уже не работает. Поэтому нам надо прийти сюда завтра. Привет, друзья! Вот и наступил следующий день. Я приехала получать СПФ. Получается, он в этом здании, вот за моей спиной находится, если вы увидите за автобусами. Если войти в эту дверь, вы заходите, поворачиваете направо. Что я могу сказать? Только что подошла к окошку, у них опять не работает система, попросили прийти завтра. Я не знаю, сколько придется еще приходить, но мне это напоминает Украину. Друзья, и вот я в четвертый раз прихожу в этот офис, где надо получить СПФ. Я стояла в очередь, где в окошечке мне женщина дала два билетика и записала меня в другое окошечко. Я вот жду тут уже час, очередь на получение якобы СПФ. Надеюсь, что меня никуда больше не отправят. Родная бюрократия. Как дом. В общем, вот так вот это выглядит. Там стоит большой телевизор, и на нем высвечивается ваш номер. У нас 128-й. Люди сидят в очереди, ждем. Посмотрим, что нам там скажут. Надеюсь, это уже последняя инстанция. Друзья, вот так выглядит СПФ. Мы его наконец-то получили. Господи, мы отстояли в очередях. Ну фу, просто. Ну что, руки у нас немного уже развязаны, и мы можем там покупать такие сим-карты, оформлять, что необходимо на себя. Да? Так что мы желаем вам удачи, если вы решили получать СПФ или надумали. Это реально сделать, но надо повратить на это время. Это и даже не так много времени на это необходимо. Просто нужно его получить. Если вам понравилось видео, и оно было для вас полезным, ставьте нам палец вверх, подписывайтесь на наш канал, а мы встретимся с вами в следующем полезном ролике. Главное, советуйте всем своим друзьям собираться в Бразилию посмотреть это видео. Для того, чтобы, по крайней мере, получить мобильную карточку и сразу зарегистрировать ее на себя. В принципе, это важно для каждого туриста. Не только для человека, который здесь живет, хочет приобрести машину или недвижимость. Это очень удобно. Поэтому получить стоит. Шарьте наше видео. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, а также ищите нас в социальных сетях по хэштегу WeTravelIn.